афганский наполеон не слышали о таком прямо сейчас мы исправим эту оплошность этот торт идеально подойдет к дню рождению новому году или крестинах очень сытный вкусный ну прямо хрустящая меренга песочные коржи вы будете удивлены вы на канале райвика и прежде чем мы начнем готовить эту вкусняшку я жду ваши лайки и кто впервые у нас на канале прямо сейчас нажимай красную кнопку подписаться поехали готовить берем 5 яиц я отделяем желток от белка готова белки прячем в холодильник а тем временем берем 450 грамм муки натираем 250 грамм холодного сливочного масла и нужно руками теперь перетереть масло с мукой сделать крошку перед этим отправьте руки в морозилку иначе масло будет у вас таять на глазах ну да если руки теплые у вас если горячее сердце то масло будет плавиться поэтому руки на 5 минут в морозилку ребята если шо я шучу вы же понимаете а то кто-то реально залезет в морозилку и потом я буду крайней берем теперь 5 желтков добавляем 200 грамм сметаны и я вилочкой перемешаю до однородности смешаю яйца со сметаной яичную сметанную смесь выливаем в муку вернее в крошку там же уже крошка поем поешь happy birthday поет уже в честь моего дня рождения добавлю сюда 8 грамм разрыхлителя и не стесняясь замешиваем руками тесто тесто уже готово оно мягенькое и нужно его замотать в пищевую пленку и спрятать в холодильник на полчаса пока тесто охлаждается вам нужно 200 грамм орехов наломать вернее наломать больше чтобы получить 200 грамм орехов 180 грамм орехов нужно измельчить блендером либо скалкой давите их вот такая ореховая крошка получается дошла очередь до 5 белков белки взбиваю и постепенно ввожу 180 грамм сахара до стойких пиков готова наша меренга можно взять перевернуть себе на голову я я в шляпе я боюсь давай тебе на голову прям перевернуть вот перевернула все держится меренга значит сбили хорошо но лучше конечно вот вот так делать измельченные орехи вводим в эту нашу белоснежную массу прям жалко ее делать разноцветной но придется и перемешаю уже лопаточкой готова такая ореховая меренга тесто охладилось я сделаю колбаску и поделю на 9 или 10 частей сейчас по ходу пьесы определимся и сделаю шарики берем скалку и раскатываем кружок раскатала я пласт диаметром 20 сантиметров и прямо вырежу его выдавлю вернее обрезки сырые точно не съедать мы их потом снова используем корж переношу на пергаментную бумагу которая в противне уже берем меренгу и прям сюда на этот корж выкладываем и размазываем нам нужно толщиной до одного сантиметра сделать меренгу отправляем разогретую духовку 160 градусов на 20 минут пока выпекается первый корж мы раскатываем второй сейчас и этот помажу белками скажи что мазать на пергаменте ну и так понятно если лохануться потом догонят пускай учатся на своих ошибках а то я бы раскатывал допустим на вот этом резина вам потом подумала позже что делать дальше твои проблемы коварная выпекся этот корж первый переношу второй снова в духовку и по выпекается уже последний корж последний мы не смазываем меренгой выпекаем без ничего и то что у нас остались остатки их тоже выпекаем пока они допекаются мы приготовим крем 200 грамм сливочного масла комнатной температуры нужно сбить миксером сюда добавлю баночку вареной сгущенки и нужно все миксером перемешать сюда добавлю баночку обычного сгущенного молока вот это попа слипнется будет попа как у ким и теперь снова миксером все перемешаю крем готов я готова к сборке торта берем крем размазываем и последний это точно шляпа наполеона да из обрезков теста я их ломаю и отправляю в блендер можно и руками сделать крошку мне лень уже да да блендер будет быстрее справиться коржи видите слоеные хрустящие как прям для настоящего наполеона пару секунд и крошка готова и теперь крошкой украшу торт торт прячу в холодильник до завтра потому что завтра у меня день рождения сегодня я спокойно жду утра и завтра будет enjoy так и быть придется вам его до гостей все-таки порезать показать какой внутри но кушать не буду до завтра друзья мои тортик пропитался ну что не делаешь сделаешь ради вас конечно он у нас предназначен на три часа дня когда гости придут но для вас я его сейчас прямо разрежу и так и быть вику угощу в честь своего праздника пускай она съест за мое здоровье прямо сейчас а вы прямо сейчас ставьте лайк тоже за мое здоровье для начала я вот так весь нож забью посмотрите какой он высокий чтобы вы понимали что что высота у торта ого-го линейка далеко поэтому вы и так видите своим глазомером что тут сантиметров 15 высоты наверно так точно но я спрашиваю ширина такая тебе полторта ну ладно мне для тебя ничего не жалко так с какой тарелочки в такой ого ты себе кусочек выбрала а с у гостям будет ой 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 вот это трындец обалдеть это ж меренга орехи орехи сгущенка боже я сейчас подавлю слюной это просто бомбический торт века уже его продегустировала горит это просто сногсшибательный она сейчас молчит потому что у нее просто до речи потерялся насколько это вкусно грит хрусящие коржи орешки сгущенка то есть мы совместили грубо говоря два торта это наполеон и киевский наполеон в киеве и у нас получился вот вот такой восточный наполеон очень вкусный сытный и подарит вам волшебное настроение когда вы его приготовите друзья а я как всегда буду благодарна вам за вашу поддержку присоединяйтесь к нам давайте сделаем нас больше одного миллиона нас почти почти чуть-чуть осталось для этого поэтому прямо сейчас кто гость нажимай красную кнопку подписаться подписывайтесь будем вместе сытно есть чудить творить а я желаю вам быть в полном здравии отличном настроении и естественно живите в любви в гармонии пускай у вас удача всегда сидит на правом и на левом крыле а с вами мыраевика до новых встреч пока пока и 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